Всем привет, любители халявы, с вами Игорёк, и в этом видео я расскажу вам про все актуальные раздачи и игровую халяву на популярных площадках. Но перед тем, как мы начнём, хочу разыграть среди вас трилогию Tomb Raider и The Wolf Among Us, или же просто ополню баланс вашего аккаунта. Для участия лайк, подписка и любой комментарий в тематику видео. Победители будут выбраны случайным образом в следующем выпуске с халявой ровно через неделю, но только при условии, если это видео наберёт минимум 900 лайков. Так что желаю всем удачи и приятного просмотра! Хочешь купить интересующую тебя игру на балансе твоего аккаунта по нулям? Не стоит переживать, ведь на помощь приходит сервис донатов нет, благодаря которому пополнить свой баланс можно быстро, выгодно и безопасно. Для этого потребуется просто ввести свой логин стима и нужную тебе сумму. А после оплаты, как видите, деньжата успешно доставлены на баланс моего аккаунта. Кстати, прямо сейчас комиссия на пополнение стима была снижена до 10%, что довольно круто. Кроме того, донатов нет также предложит вам карты пополнения для популярных регионов и сервисов на любой вкус, в том числе и пополнение мобильных игр прямо по твоему айди. Поэтому проходи регистрацию по моей ссылке и получай скидочный купон на первую покупку, ведь с донатов нет, донат есть. Ссылочка в описании. Ну а начнем этот выпуск бесплатных выходных в стиме. На этот раз в акции приняло участие сразу две игры. Первая из них это PowerWash Simulator, расслабляющий симулятор, где вам предстоит выполнять заказы на чистку поверхности с помощью мощных струй воды. Очищайте здания, транспорт и прочие объекты, следя за деталями и наслаждаясь процессом уборки в одиночку или вместе с друзьями. Вторая игра это Kingdom Two Crowns, пиксельная стратегия с элементами рогаликов, которой вам предстоит стать правителем собственного королевства и столкнуться с различными задачами, справляться с которыми помогут предметы, персонажи и загадочные статуи. Основной упор сделан на кооперативное прохождение. Бесплатные выходные продлятся до 14 октября восьми вечера, так что если эти игры вас заинтересовали, обязательно сыграйте. В сети состоялся анонс Neighbor's Superborn Warfare. Исходя из описания, игра представляет собой соседский батл-рояль, где игрокам предстоит разрушать дома друг друга, используя предметы домашнего обихода в качестве оружия и ловушек. На выбор доступно 8 персонажей со своими уникальными способностями и 5 домов, каждый из которых обладает набором сильных и слабых сторон. Даты релиза Neighbor's Superborn Warfare пока нет, но уже сейчас у вас есть возможность записаться на тестирование игры в Steam. Ссылка будет в описании. Компания Amazon запустила вторую октябрьскую раздачу в Prime Gaming. Теперь подписчики сервиса могут забрать Bioshock Remastered, Ghostbusters Spirits Unleashed Ecto Edition, Priest Simulator Vampire Show и Doom Eternal. До конца месяца к ним добавится еще 10 игр. Ну и конечно же не стоит забывать про халявные игры прошлых месяцев, которые все еще доступны для получения. Поэтому для того, чтобы забрать их в свою коллекцию, вам потребуется оформить бесплатную пробную подписку Amazon Prime Gaming. Сделать это можно в следуемой инструкции по ссылке в описании. Ну а также вы можете просто купить готовый аккаунт Amazon, связавший со мной в Discord или Telegram. Ну или же можете найти этот товар сами в различных интернет-магазинах. Прямо сейчас Steam может забрать две простенькие игры, а именно Castle Brick и Minimalism. Их раздача завершится уже совсем скоро, но подписчики моего телеграм-канала наверняка уже забрали их в свою коллекцию. Также напомню, что до 17 октября вы можете забрать стартовый набор для игры Train Sim World 5, который по сути представляет из себя небольшой полигон для обучения основам управления поездом. Но несмотря на это, забрав его в свою библиотеку, мы получаем плюс один к значку коллекционера игр Steam, что приятно. Ну а мы переходим к магазину Epic Games, где на этой неделе совершенно бесплатно можно забрать две игры. Первым предложением стал космический симулятор выживания Imperion Galactic Survival, в котором вам предстоит исследовать различные планеты, строить базы, добывать ресурсы, заниматься фермерством и раскрывать тайны галактики. Попутно сражаясь с рожденными фракциями и другими космическими расами, можно играть в одиночку или в кооперативе с друзьями. Вторым бесплатным предложением стал хоррор-шутер Outlier Tribulation, главной особенностью которого является мир вдохновленной африканской мифологии. Согласно сюжету, героине попадает в сверхъестественное царство, где ей нужно пройти древний ритуал, чтобы вернуться домой. Раздача этих игр завершится вечером 17 октября, а после чего мы сможем забрать еще две игры, но об этом поговорим уже в следующем видео. В ночь на 11 октября для новой игры Valve под названием Deadlock вышел большой патч. С ним разработчики добавили в игру рейтинговый режим, который будет доступен уже 15 октября в 23.00. Чтобы получить к нему доступ, нужно сыграть как минимум 50 матчей, а также не иметь блокировки в голосовом и текстовом чате. На данный момент рейтинг будет доступен лишь для соло игроков и включает в себя 11 медалей, каждый из которых разделяется на 6 уровней. В отличие от Доты и КС, в Deadlock рейтинг будет рассчитываться каждый вторник на основе сыгранных матчей. Кстати, если у вас все еще нет доступа в Deadlock, заходите в мой телеграм-канал и попросите ребят из чата скинуть вам инвайт. Ну и само собой можете поучаствовать в розыгрыше ключа Steam от Metro 2033 Redux, ссылка также будет в описании. Начиная с 14 по 21 октября в Steam пройдет фестиваль Играм Бит, на котором можно будет сыграть в различные демо-версии, пообщаться с разработчиками во время прямых эфиров и узнать различные детали о грядущих играх. Если будет что-то интересное, то обязательно сделаю для вас небольшую подборку. Ну а пока что давайте расскажу о бесплатных играх Steam, которые вышли здесь за последнее время. Carbinger – бумер-шутер, где нужно сражаться на арене с волнами монстров. Каждая пушка предлагает свой стиль стрельбы, а между сражениями можно посетить таверну, чтобы разлокировать новую экипировку и прокачать способности. The Vanishing – хоррор от первого лица, про исследование заброшенного города. Много лет назад местные шахтеры обнаружили древние руины и выкопали тело загадочной женщины. Ее дух пробудился и теперь бродит по пустому городу в поисках мести. Сможете ли вы сбежать, зависит только от вас. Geometry Shooter – аркадная игра, где вам нужно стрелять шарами и разбивать геометрические фигуры на экране. Довольно простой, но затягивающий геймплей. Blightfog – короткая ролевая игра, где вы путешествуете по постпокалиптическому миру на мотоцикле, ухаживая за младенцем. По мере прохождения вам нужно управлять ресурсами, решать конфликты с антропоморфными персонажами и делать выбор, который влияет на развитие сюжета. Игра предлагает несколько концовок и возможность взаимодействовать с миром, выбирая между безопасными и опасными маршрутами, а также между собственной безопасностью и благополучием ребенка. Infinite Library – 2.5D платформер-головоломка, в которой вам предстоит спасти бесконечную библиотеку от разрушения. Игра предлагает всем уникальных уровней, а также режимы сложности и возможности для спидрана. Oh Baby Kart – аркадная гоночная игра в духе серии Mario Kart и Crash Team Racing. Геймплей базируется не только на управлении автомобилем, но и на использовании различных бонусов, которые располагаются на трассах. Сами машинки, кстати, можно всячески улучшать и кастомизировать, используя множество элементов. Доступен одиночный, кооперативный или мультиплеерные режимы. Ранее игра была платной, а сейчас можно сыграть бесплатно. Ну а если этих игр вам недостаточно, тогда можете посмотреть мое новое видео с 30-ю лучшими бесплатными играми стим, где, кстати, также проводится розыгрыш на пополнение баланса стим. Так что кликайте по подсказке сверху и участвуйте. Что касаемо интересных скидок в стиме, то возможно вас интересует Detroit Become Human по 70% скидке, Beyond Two Souls по скидке в 75%, или же если бюджет позволяет, можете взять сразу сборник игр от Quantic Dream по скидке в 76%. Далее Kingdom Come Delirivance по скидке в 85%, Portal Bundle по скидке в 93%, Valiant Heard The Great War по скидке в 75%, а также распродажу от Telltale Games, где однозначно могу порекомендовать Бэтмена и Волк среди нас. Еще можете заглянуть на распродажу серий игр по Ларри Крофт с довольно хорошими скидками, и распродажу некоторых частей Ассасина. Ну а на этом у меня все, если выпуск вам понравился, не забудьте подписаться на канал и прожать свой лайк, чтобы приблизить вас к очередному розыгрышу игр на моем канале. Кстати, что касаемо итогов на Сталкер Бандл и ассета Корза, то вот наши победители. Для получения приза свяжите со мной через Телеграм или Дискорд в течение 48 часов. Ну а с вами как обычно был Игорек, спасибо за просмотр и всем до встречи в следующих видео, пока!